Привет всем, кто зашёл ко мне на канал Сэля Вим. Сегодня поговорим с вами просто о жизни, поделюсь своими мыслями, вернусь к своей последней поездке во Францию, в Германию, расскажу, какие чувства вызывают эти страны после моего возвращения в Россию. Я напомню, что мы с моим старшим сыном Санькой уже год как вернулись в Россию, и сейчас вот летом забрали младшего сына Феликса. Посмотрим, кстати, как у него пойдёт адаптация. И вы многие просили рассказать конкретно о причинах переезда. Я вижу по комментам, что не совсем ясна эта тема, и надо выделить её в отдельное видео. Правда, я боюсь, что сегодня мне придётся на две части разбить видео, чтобы сильно не затягивать. А для начала хочу рассказать именно о своём отношении к Германии, к Франции, учитывая, конечно же, что у меня там полжизни прошло, и, конечно, учитывая то, что сегодня творится. Во-первых, какие чувства вызывают сегодня Франция, Германия, Россия? Есть ли ностальгия? Да, кстати, я вижу по комментариям, многие меня очень поддерживают и одобряют в этом выборе вернуться в Россию. Спасибо большое. Но, как известно, у нас мнения разные бывают. Вот некоторые люди, например, пишут что-то типа того. Ой, говорит нам тут вымучена о своём патриотизме, а у самой-то в глазах такая тоска по Франции. То есть, понимаете, люди заглядывают ко мне в душу и как ясновидящие видят там что-то, чего нет и быть не может. Никакой тоски нет, никакой ностальгии нет, ну, начисто. А что есть? Вот когда возвращаюсь во Францию, есть большая радость увидеть знакомые места, увидеть знакомые лица. Ну, мне кажется, это до такой степени естественно для человека, для любого. Но это не сродни какой-то ностальгии. Но я бы сказала так, я в Германию и во Францию приезжаю не как турист. Это всё-таки страны, которые часть моей жизни. Вот, а ностальгии никакой нет. Нет тоски, что ой, как мне хочется туда вернуться, ой, тут всё не то, а вот душа моя там осталась. Нет, такого чувства нет. И, кстати, когда я переезжала из Германии во Францию тоже, никакой ностальгии у меня не было по Германии. Потом мы в какой-то момент из Франции снова в Германию переехали. То есть вот этих ностальгий, тоски, ну, вот начисто, я вам клянусь. И, правды ради, я скажу, что когда в 2000 году я переехала из России в Германию, у меня тоже никакой ностальгии не было. Не было такого чувства, что я покинула родину и оказалась на чужбине, где мне всё чуждо, где всё чужое, где всё мне неродное. Такого чувства не было. Я это воспринимала так. Я приехала в новую страну, и мне всё в ней интересно. Это как новый мир какой-то перед тобой открывается. Мне хотелось учить языки, мне хотелось общаться с людьми, мне хотелось всё узнать, всё понять, всё попробовать. Вообще, тоска по дому, мне это знакомо. Но в другом контексте, в таком вот негативном, когда ты действительно чувствуешь себя плохо. Ну, у меня это всегда связано с каким-то окрушением, которое меня тяготит. Я помню, у меня было такое когда-то в пионерском лагере или в начале, на первом курсе МГУ. Да, были такие моменты, но, как правило, это лечится очень быстро хорошим общением. Находишь друзей, и всё становится на свои места. Я помню, самое ужасное у меня было в Англии. Мне было 16 лет, и у нас был школьный обмен с Англией. И причём это было в перестроечном 91-м году, когда никаких обменов толком не было. Это были, как нас называли, первые ласточки. Поехать из СССР куда-то там в Англию, это была, конечно, мечта голубая. Мне было 16 лет, и вот мы приезжаем в Лондон, разъезжаем по Лондону, смотрим достопримечательности, там в каком-то ресторане едим. От английских родителей один папа нас сопровождал, и мы с ним общались. Это было так открыто, так просто, так чудесно. В общем, я была в полном восторге. Я помню, потом нас привезли в сам город Нью-Касл, где мы должны были размещаться, и по семьям расселили. И как раз после этого выходные мы провели в семьях в английских, кто где. И я хочу вам сказать, что семья вот этого мальчика, у которого я была, это была мужская школа, королевская grammar school. Вот поэтому мальчик достался в партнёры. Семья его относилась ко мне очень хорошо. Вот все эти выходные, они меня куда-то возили на машине, показывали мне готический собор. Да что там, готический собор, ребёнку из СССР в 91-м году. Достаточно было, я не знаю, показать супермаркет. И уже всё новое, всё абсолютно, но это и с другой жизнью. Мы никогда не видели никаких ни чипсов, ни сникерсов, ни консерв для кошек. В общем, всё было интересно, всё было замечательно. Дом прекрасный, двухэтажный. У меня была отдельная комната, естественно. Но совершенно неожиданно для меня самой под конец этих выходных в английской семье у меня случился настоящий срыв, вот прям истерика. Я там разрыдалась и хотела это скрыть, но даже скрыть это было невозможно, несмотря на то, что я заперлась в своей комнате. У меня началась настоящая тоска по дому. Вот мне тут всё чуждо, это всё не то. Кошмар, тихий ужас. Я помню, мама мальчика, Джин, всё-таки стучалась ко мне, хотела узнать, в чём дело. Я ей открыла. Я не могла вообще ответить ни на один её вопрос. Я просто там схлипывала, и всё. У меня дар речи пропал. А она говорила мне очень много хороших, добрых слов. Надя, мы хотим, чтобы ты была счастлива. Мы не хотим, чтобы ты плакала. Мы сделаем всё, чтобы тебе было тут хорошо. В общем, я не могла с собой ничего поделать. Для меня самой это была ужасно неожиданная реакция. Вот такой вот всплеск эмоций. Казалось бы, мечта осуществилась, а тут она в такую истерику вылилась. Почему такое произошло? Я потом возвращалась к этой ситуации в мыслях много лет спустя. Я помню, что я себя почувствовала одиноко. Я помню, что я себя почувствовала, ну, как сказать, чужой, что ли. Какой-то слишком мелкой. Мне не хватало тепла душевного. Я понимала, что я для них, ну, никто. Вот они живут хорошо, у них всё есть. Я для них не что-то особенное. Вот у них уже был обмен с Францией, ну, а теперь с Россией. То есть вот какая-то череда. Я помню, как мы относились к этой поездке, что там все родители начинают готовиться, как принять этих англичан и так далее. А тут вот всё это было гораздо как-то спокойнее и много всего непривычного. И вот так оно всё разразилось. Но в понедельник пришли мы в школу. Я увидела знакомые лица, ребят из тамбовских наших школ. И сразу вот как рукой снял его. Я вам клянусь, как мне стало хорошо. Мы все смеялись, мы хохотали, мы делились впечатлениями. Это было так замечательно, это было так душевно. Я помню, ну, мы столько смеялись. Как потом выяснилось, вот такая реакция, слёзная тоска по дому была не у меня одной. Да, и я думаю, просто вот все эти дети после выходных в английской семье, где все на тебя смотрят вот так с широко открытыми глазами, как на инопланетянку, и всё время тебе что-то предлагают. А может так, maybe то, maybe сё. В конце концов, это напрягает. Но вот буквально встреча с родными лицами меня излечила вот как-то раз и навсегда. Я думаю, вот этот период в моей жизни как раз была такая шоковая терапия, которая во мне какой-то иммунитет от ностальгии выработала. И с тех пор был только интерес познать что-то новое, узнать новую страну и так далее. Я могу себе представить, что кто-то вот с такой тоской невыносимый живёт годами в чужой стране. Это, конечно, что-то совсем другое. Я этим людям не завидую. Когда ты живёшь и знаешь, что тебе всё опостылило, что ты душой рвёшься куда-то, это очень-очень тяжело. Такие люди, конечно, есть. Мы знаем немало семей, которые вернулись назад на родину, не прижились. Есть такое расхожее выражение, что-то с Запада никто не возвращается. Возвращаются люди, не все приживаются. Те, кто остались на Западе, но они прижились. И тоже прижились каждый по-своему. Каждый до какой-то степени. Вот, например, я знаю, что старшему поколению тяжело даётся эта адаптация, тяжело даются языки. Когда ты не знаешь языка, ну, конечно, это огромный барьер для жизни в другой стране. Но и у молодого поколения, у детей такое встречается. Вот не так давно я разговаривала с русской семьей, которые переехали в Берлин. И вот мама жалуется, что дочку у неё с 6 лет они там живут. И она говорит, ну, ни в какую не принимают немецкий стиль жизни, ни школу, ни друзей, ничего. Она говорит, мама, я живу только лето до лета, когда мы возвращаемся в Москву. Я вдыхаю глоток свежего воздуха, а вся остальная жизнь — это мука сплошная. То есть бывают совершенно разные сценарии. У меня такого не было. Я просто говорю честно, как есть. Когда я приехала в Германию, я была открыта для всего. Мне всё хотелось познать, всё узнать, всё изучить. Ну, в общем, для меня это был новый мир для исследований. При этом я никогда не обхайвала Россию, живя в Германии, а затем во Франции. Но я думаю, у меня уже была такая установка. Эта установка у меня возникла во время учебы в МГУ. Всё-таки МГУ, оно даёт какое-то понятие об уровне. Ты переходишь действительно на какой-то другой уровень, ты понимаешь, что есть чем гордиться, и ты чувствуешь какую-то свою причастность к тому, чем нам стоит гордиться. И вот это я почувствовала ещё, живя в Москве. И когда я переехала в Германию, да, у меня уже было это, что я русская, я не буду косить под немку. Я буду собой, такой, какая я есть. Но я буду стараться понять ту страну, в которую я переехала, выучить её язык, буду знакомиться с людьми, с ними общаться и понимать их стиль жизни, образ мыслей и так далее. Мне это было всё, ну вот, чертовски интересно. И, конечно, сюда надо добавить вот эти розовые очки. Тем более, представьте себе... Но я не хочу сказать, что я была другим человеком, но всё-таки я была в два раза моложе и в сто раз наивнее. Плюс это было вот такой пост СССР, тяжёлые времена мои студенческие. Тут приезжаешь на Запад и не куда-нибудь, а именно в Германию, где, в общем-то, очень высокий уровень жизни. И Германия 20 лет назад, она тоже была не такая, как сегодня. Всё было гораздо лучше. И отношения с Россией были, в общем-то, дружеские. Да, и я была вот в таких розовых очках, что вся жизнь прекрасна, все люди-братья, всё интересно, всё чудесно. Ну, замечательно, рай какой-то. Когда речь заходила о России, я помню, ну вот есть эти стереотипы, что у вас там нет свободы, слова и так далее. В ту эпоху я совершенно не интересовалась ни историей, ни политикой. Я решила, я буду избегать этих тем. Отвечала всегда так. Так, да, у нашей страны есть, ну, были разные периоды в истории, но и у Германии тоже самые разные периоды, вплоть до совсем чёрных, были. Поэтому, знаете что? Иногда я позволяла себе вот такие полушутки. Типа, вы со мной не шутите. Я русская мафия, если что. Люди сразу, ой, у вас так всё строго. Это, ну, конечно, говоришь, что всё это стереотипы, ничего не имеет общего с реальностью. И вы же видите по мне, что я нормальный, свободный человек, и рот у меня не заклеен. Я открыто говорю о плюсах, о минусах, обо всём. Ну, то есть у меня была позиция такая, я буду адекватным человеком, и ко мне мир повернётся тоже такой же стороной. У меня никогда не вызывала никакого уважения позиция людей, которые всё время плюют на свою страну. Даже если я критиковала свою страну, я всё равно добавляла, что я Россию люблю, и это моя страна. И, ну, я чувствовала даже, что за такую позицию меня люди уважают. Вот каким-то шестым чувством ты это понимаешь. Какое у меня на сегодняшний день отношение к Германии и к Франции? Я расскажу о разных моментах. Во-первых, эти обе страны мне многое дали. Многое в профессиональном плане. Вот вся моя профессиональная деятельность фактически проходила именно там. В России я толком не работала. Вот такую профессиональную жизнь я не очень хорошо почувствовала. Я подрабатывала во время учёбы в Москве. Один раз это было в коммерческом банке. Мне там было очень плохо. Я там не прошла даже испытательный срок. Меня оттуда выперли. Но тогда я поняла, что деньги — это не всё. То есть у меня были совсем какие-то бедные, голодные времена. И мне казалось, что платят деньги, ну, любую работу вытерпишь. И тут я поняла, что нет. То, что какие-то красные линии, какие-то пределы есть. То есть вот я себя не нашла на той работе совершенно. Затем я подрабатывала буквально на точке в самом здании МГУ. Продавала книги, констовары. И мне там было совершенно чудесно. Студенческая атмосфера была в самой фирме. В саму фирму организовали студенты. Отношения были прекрасные между коллегами. То есть очень доверительные, очень какие-то открытые. Всё было чудесно. То есть мне вот этот статус продавщицы, он мне ничего не поломал. Конечно, я тоже думала, как это так, я аспирантка МГУ, и вдруг буду продавать какие-то ручки, тетрадки. То есть чувствовала в какой-то степени, что вот я чуть ли не вышла на панель. Но это было так чудесно, это было так прекрасно. В общем, я ничего не могу сказать. Вот у меня только прекрасные ощущения. И затем я работала на малом мехмате, на заочном отделении. Тоже совершенно здорово. Но это всё были подработки. А настоящая профессиональная деятельность и карьера у меня всё это сложилось именно во Франции, в Германии. Там я подчеркнула вот огромный, какой-то огромный пласт знаний. И даже не только в профессиональном плане, но и в личностном. А в Европе это вот неотъемлемо. Там на личностные качества ставят гораздо больший акцент, чем, как мне кажется, в России. Может быть, я ошибаюсь. Но там вот даже зачастую считают, что все программы и так далее — это всё приходящее, уходящее. Ты можешь освоить новую программу. Ценятся именно какие-то личностные качества. Как ты работаешь в команде. Как ты себя проявляешь в критических ситуациях, в конфликтных ситуациях. Насколько ты готов помочь другим. Насколько ты способен ясно излагать свои мысли. Как ты проявляешь себя в условиях стресса. Чтобы ты был политически корректен. И это ужасно важно. И это тебя тоже формирует, когда ты работаешь. Но я считаю, когда живёшь в стране и не работаешь. Ну, я не знаю, не то, что как будто не живёшь. Но ты проходишь мимо огромной, очень важной части жизни. Вот именно на работе узнаёшь очень хорошо страну, людей, общение, принципы, менталитет. Всё это очень хорошо узнаётся на работе. И за этот опыт очень важный. Я и Германии, и Франции очень благодарна. Другой момент есть. Но это, я думаю, независимо от страны. И, будь то Германия, Франция или любая другая страна, в которую ты переезжаешь, когда ты попадаешь в другую страну, где всё по-другому, как бы получаешь какую-то новую размерность. Как будто ты до этого жил в плоскости, а вот теперь раз и у тебя новое измерение какое-то возникло. И ты теперь в трёхмерном мире живёшь. И у тебя есть какая-то новая перспектива. Посмотреть даже на свою страну. И ты свою страну начинаешь лучше понимать. У тебя есть с чем сравнить. И тут я хочу сказать, что именно жизнь в другой стране — это совсем не то, что побывать в качестве туриста или пожить там месяц у знакомых. Это несравнимый совершенно опыт. И я считаю, что его невозможно другим иным способом получить, кроме как действительно пошить несколько лет в стране. Никакие книжки, никакие рассказы этого не заменят. Конечно, при условии, что человек всё-таки выходит на какую-то новую размерность, а не остаётся в своей плоскости. Потому что есть тоже немало людей, которые, например, переезжают из своей страны и пытаются жить полностью, как прежде. Вот здесь что-то по-другому, не так, как у меня было. Значит, это плохо. Значит, вот они дураки такие. Только у нас правильно. С таким подходом ты никогда ничего нового не поймёшь. Просто будешь себя убеждать, что есть единственный стиль жизни такой, как у тебя был до этого. А другое ничто не имеет права на существование. Вот, кстати, французы именно, они во многом такие. Это вам подтвердят многие-многие-многие люди. У французов есть такое, что вот французский лайфстайл — это, да, единственная возможная модель жизни на Земле. А всё остальное — это инопланетяне. Да, вот, то есть у тебя появляется какая-то новая перспектива видения вещей. Я не знаю, может быть, я приводила уже этот пример, потому что он мне сильно запал в душу. Когда я начала учить французский язык, наш преподаватель французского нам сказал, зачем учить иностранные языки. Во-первых, вы заметите в какой-то момент, что вы лучше стали понимать свой родной язык. И это абсолютно так. То же самое с другой страной. Если ты пожил в другой стране, ты лучше начинаешь понимать свою собственную страну. Дальше, следующие моменты. Чисто по времени у меня на жизнь в Германии и во Франции приходится, ну, практически полжизни. Если отбросить первые три года несознательной жизни, то ровно полжизни вот у меня проведено в СССР и в России, а потом столько же в Германии и во Франции. То есть, понимаете, это твоя жизнь, ты не можешь её вычеркнуть. Даже если я не согласна с политикой того, что сейчас происходит в Германии и Франции, я никогда не буду опускаться до того, чтобы говорить, что Германия отстоя, Франция отстоя, там всё помойка, немцы и французы все идиоты. Ну, нет, это совершенно не мой стиль. Этот стиль у меня никогда не вызывал никакого уважения. Я думаю, вот даже во времена фашизма, когда люди покидали Германию, по убеждениям именно. Известно, что многие актёры или другие деятели искусства уехали и эмигрировали из фашистской Германии, потому что не были согласны с режимом. Я думаю, что они всё равно любили свою страну, хотя и были в корне не согласны с тем, что там происходит. Я и Германию, и Францию тоже люблю, и я в корне не согласна с тем, что сейчас происходит. Хотя я, конечно, их не считаю своей родиной, или там второй родиной, или, как это принято говорить, но эти страны мне не чужие. А есть люди, которые, конечно, кидаются с одной стенки на другую, перечёркивают всё, что было до. Известны примеры, когда из СССР люди в перестройку уезжали, там где-то в США демонстративно смывали в унитаз свои российские, советские паспорты или портбилеты. Но, не знаю, для меня это... Для меня это совершенно неприемлемо. Это просто низость. Вот во французской школе, где Филюша учился до последнего момента. Один русский мальчик недавно демонстративно порвал свой русский паспорт. Как я к этому отношусь? Ушасно я к этому отношусь. Но для ребёнка это говорит о какой-то незрелости и непонимании. Но вот взрослые люди, родители, они должны всё-таки понимать, о чём речь идёт, и хоть что-то объяснить. Мне вот такая категоричность совершенно не близка. Я помню, у моей очень хорошей подруги, дедушка, когда ещё был жив, он говорил, я никогда не порву свой портбилет, что бы там ни было, что бы ни говорили. Да, мы знаем, что не всё было справедливо, что много было перекосов в этой советской истории, но я знаю, что на войне, а он был комбатом, он говорит, я знаю, что на войне именно коммунисты шли первыми в бой. И для меня это гордость, мой портбилет. Вот такая точка зрения мне близка, когда ты понимаешь, да, было хорошее, было плохое, но есть чем гордиться, и не перечёркиваешь вот так вот одной линией всё и вся. И я в отношении Германии и Франции я не готова тоже перечеркнуть свои полужизни. У меня вообще во Франции, я вспоминаю, как мои дети родились, как они сделали свои первые шажочки, какие-то наши поездки чудесные. Всё это связано с определёнными местами, конечно же. Нет, это настолько естественно любить какие-то периоды своей жизни и места, где это всё происходило. Друзья тоже. В Германии у нас вообще много родственников. Вот муж мой немец, у него вообще вся родня в Германии. Моя мама, например, живёт в Германии. Естественно, я буду к ней приезжать. И я думаю, любой нормальный человек на моём месте точно так же бы и сделал. А теперь о сути актуальной обстановки. То, что сейчас в европейской политике творится, я с этим в корне не согласна. В этом смысле мы, конечно, находимся по разные стороны баррикад. Более того, вот эта вражда, борьба, она ожесточается. Как-то не видно света в конце туннеля. Ситуация накаляется. Есть огромное взаимонепонимание между европейцами и россиянами. Европейскую политику считаю жутко русофобской и саморазрушительной. Это катастрофа, это новая холодная война, это кровопролитие, в котором участвуют и Россия, и Европа. И тут я, конечно, нахожусь на стороне России. Однозначно. Надеюсь, что в Европе когда-нибудь курс снова изменится, но надежды на это очень-очень мало. На настоящий момент нет никаких признаков. И я со своей стороны делаю то, что в моих силах, чтобы достучаться до людей, чтобы им что-то объяснить. Но я вижу, до какой степени это сложно. А уж какая там ностальгия, что меня тянет и тоска в глазах. Нет, ну это полнейший абсурд. Я в большей степени именно из-за этого и уехала. Так что вот такой расклад. Какое отношение к странам? Родиной своей я считаю и считала Россию. Но без фанатизма. Вы знаете, я тоже не из тех, кто говорит, ой, я вернулась на родину, здесь всё родное, а там всё чужое. И, конечно, тут мне все двери открыты. Нет, я совершенно, ну, как мне кажется, объективно вижу и плюсы, и минусы той и другой страны. Я знаю, что лучше там, что лучше здесь. Мне не хочется вот в это всё ударяться. Есть одна единственная страна, которая идеальная, а остальной всё отстой. Ну, нет, я в России очень много с чем тоже не согласна. Мне некоторые моменты в Германии, во Франции нравятся больше, чем в России. Я с вами это обсуждаю на канале. Ну и хочу дальше придерживаться такой точки зрения, чтобы не ударяться вот в этот ура-патриотизм. Что есть, то есть. И не надо что-то притягивать за уши. То есть у меня есть своё мнение. Ну, я, наверное, космополит всё-таки в этом смысле. Мне, если честно, было хорошо и в России, и в Германии, и во Франции, и сейчас снова хорошо в России. Есть, конечно, люди, которым везде плохо. Есть и такие, которые везде ноются. Вот так что в любой стране есть свои плюсы, свои минусы. Но есть, конечно, и чувства. Вот когда какие-то спортивные, например, соревнования проходят, конечно, я болею за Россию. И особенно, когда наши побеждают, слышишь российский гимн, это всё-таки особое чувство. Кстати, давно не было слышно. Опять же, из-за того, что Россию постоянно исключают, не звучит наш российский гимн. Но это всё отголоски вот того, о чём мы с вами говорим. Это все ужасные процессы, которые происходят в западной политике. Я вам всегда стараюсь донести свою личную точку зрения. Конечно, точек зрения бывает много разных. Вот, например, у меня сейчас одна подруга во Франции тоже собралась переезжать в Россию. Но она говорит мне, Надя, ну мне вообще недоносимо уже. Ну мне так всё это осточертело, этот Гренобль и вот такое. У меня, например, такого чувства не было. Я вам говорю, как есть. То есть есть люди, у которых так, есть люди, у которых эдак. Есть люди, которые говорят в Россию, что я там забыл. И вообще ходят по инстанциям и извиняются за то, что они русские. Какая у нас дурацкая страна. Сами понимаете. Ну а я, такая, как я есть, вот, так сказать, выложила вам свою точку зрения. Вы тоже в комментариях делитесь о своём опыте проживания в других странах. Была ли у вас ностальгия? Действительно, тоска по родине? В какой форме это было? Как вы относитесь к смывальщикам в унитаз, партбилетов и так далее? Давайте делиться своими мыслями, обсуждать всё. Не забывайте, кстати, подписываться на Телеграм. Те, кто любят новости в регулярном режиме. Нас там уже тоже больше 15 тысяч. Да, я вижу, что уже видео затянулось. В следующей части тогда расскажу о причинах нашего переезда. Всё разложим по полочкам. А на сегодня я с вами прощаюсь. До новых скорых видео. Пока!